В первой половине тринадцатого века Русскую землю постигло великое бедствие. По Божьему попущению на нее напали татары, Пожгли много городов и сел, Беспощадно избили тысячи людей, Многих увели в плен, в горькое рабство, Обложили народ тяжелой данью. К великим внешним бедствиям Присоединились не меньшие внутренние нестроения. Князья оспаривали друг у друга право На великокняжеский престол. Отправляясь во рду на поклон ханам, Они часто клеветали один на другого И строили козни друг другу. В это безотрадно тяжелое время Богоугодно жил святой князь Михаил Ярославич Тверской. Родители его вели жизнь благочестивую И ходили по заповедям Божиим. Отец его, князь Ярослав Ярославич, После кончины своего брата, Великого князя Александра Невского, Занимал семь лет великокняжеский престол. Святой князь Михаил Ярославич Родился уже после смерти своего отца. Мать его, благочестивая княгиня Ксения, Воспитала сына в духе святой веры И заботливо научила грамоте. Молодой княжич был благочестиво настроен, Любил читать божественные книги, Избегал детских игр и веселых собраний И усердно посещал храм Божий. Часто, тайком от всех, в тишине ночной, Он возносил свои горячие молитвы ко Господу. Не любил он роскошных яств, Вел жизнь воздержанную и благочестивую, Украшая душу свою цветами добродетелей. С особенной любовью он относился К нищим и убогим И подавал им щедрую милостыню. Кто терпел беды, Тот смело шел к своему князю, Зная, что у него найдет помощь и заступление. Кого постигали несчастье и скорби, Тот получал от него слово Утешение и одобрение. Святая жизнь князя была поучительна для всех, И все почитали его за благочестие и участие к людям. Тяжелое время переживала тогда Русь. Князья часто поднимались один на другого, И нередко им приходилось оружием Отстаивать свои права. Прежде чем вступить на престол, Святой Михаил по обычаю того времени Отправился в Орду на поклон хану. Великокняжеский престол Занимали тогда сыновья Александра Невского Андрей и Дмитрий. Между братьями часто происходили усобицы. Князь Андрей привел татар, Которые взяли 14 городов, В том числе Владимир и Москву, Сильно опустошили страну И собирались идти к Твери. Князь Андрей привел татар, которые взяли 14 городов, в том числе Владимир и Москву, сильно опустошили страну и собирались идти к Твери. Сильно опечалились тверичи тем, что князя с ними не было, но они целовали крест, что станут биться с неприятелем из-за стен города до последней крайности и ни за что не сдадутся. Из других княжеств в Тверь сбежалось много людей, которые также готовы были сразиться с недругом. И в это самое время святой Михаил возвращался из Орды. С величайшей радостью услышали тверичи весть о возвращении своего князя. Они вышли навстречу ему с крестным ходом, но татары, узнав о приходе святого Михаила, не пошли на Тверь. Летописец повествует, что святой князь Михаил был высок ростом, силен и отважен. Бояре и народ его любили. Усердно читал он священное писание, усердно жертвовал на храмы, почитал иноческий и священнический чин, пьянство не терпел и всегда отличался воздержанностью. Он желал иноческого или мученического подвига, и Господь судил ему скончаться мучеником. Когда умер великий князь Андрей Александрович, старшим вроде стал князь Тверской Михаил. К нему на службу перешли и бояре умершего великого князя. Но права старейшинства начал оспаривать у него двоюродный племянник, московский князь Георгий Даниилович, хотя он и не был старшим в княжеском роде. По обычаю того времени, новый великий князь Михаил должен был отправиться в Орду, чтобы там получить ярлык на великокняжеский Владимирский престол. Туда же отправился и князь Московский. Когда он проезжал через Владимир, святой митрополит Максим, предвидя начинающуюся усобицу, с мольбою возбранял московскому князю идти в Орду и добиваться великокняжеской власти. «Я ручаюсь тебе», — говорил святой Максим, «что ты получишь от великого князя Михаила любой город, какой пожелаешь. Георгий отвечал святителю, хотя я и еду в Орду, но не стану добиваться великокняжеского стола. Еду я туда по своим делам». Он отправился в Орду и встретился там с тверским князем. Татарские мурзы были очень коростолюбивы. Желая получить больше даров, они говорили князю Георгию, «Если ты дашь больше даров, чем князь Михаил Тверской, мы дадим тебе великое княженье». Такие речи сильно смутили московского князя, и он стал добиваться великокняжеской власти. Великий раздор начался между князьями. Георгий, как только мог, старался склонить хана на свою сторону. Он давал в Орде большие дары. Святой Михаил принужден был так же много тратить денег, которые собирались с бедного народа. И была великая тягота в русской земле. Распря между князьями усилилась. Однако великокняжеская власть осталась за Михаилом Тверским. С московским князем святой Михаил заключил мир, но согласия между ними все-таки не было. Борьба Москвы с Тверью продолжалась. Тем временем в Орде занял престол молодой хан Узбек. Святой Михаил должен был опять отправиться на поклон к новому хану, чтобы получить от него новый ярлык на великое княженье. И на этот раз великокняжеский престол остался за ним. После того благоверный князь возвратился на Русь. Князь Московский, на обиды которого жаловался хану святой Михаил, был вызван в Орду и пробыл там около трех лет. Георгий через ханских вельмож употребил все средства, чтобы склонить хана на свою сторону. Он успел сблизиться с ханским семейством, даже породнился с ханом, вступив в брак с сестрой его Кончакой. Ярлык на великокняжеский престол хан Узбек дал теперь своему зятю, князю Георгию. Вместе с ним хан отпустил на Русь своих послов, а во главе их Кавгадыя, одного из своих приближенных вельмож. Святой Михаил скротостью отказался от великокняжеского достоинства. Он послал сказать Георгию, «Брат, если хан дал тебе великое княженье, то я уступаю тебе. Княж, только будь доволен своим и не вступай в мой удел». Но великий князь Георгий не захотел примириться со святым князем Михаилом. Собрав большое войско, вместе с кровожадным Кавгадыем, он напал на Тверскую область, жег города и села. Враги забирали мужей и жен и предавали их различным мучениям, поруганиям и смерти. Опустошив Тверское княжество по одну сторону Волги, они готовились напасть и на другую его часть, за Волжскую. Скорбя о бедствиях русской земли, благочестивый князь Михаил призвал Тверского епископа и бояр и сказал им, «Разве не уступил я своему сроднику? Я претерпел все, думая, что беда эта скоро кончится. Ныне же вижу, что князь Георгий ищет моей головы. Ни в чем не виновен я пред ним. Если же виновен, скажите, в чем?» Епископ и бояре, проливая слезы, в один голос отвечали князю, «Ты прав, князь наш, во всем. Перед племянником твоим ты обнаружил такое смирение, а они за это хотят опустошить все княжество. Иди же против них, государь, а мы готовы за тебя сложить свои головы». Святой Михаил ответил, «Братья, вам известно, что сказано в Святом Евангелии. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ныне нам предстоит отдать свою жизнь за множество народа, плененного и избитого врагами». Святой князь Михаил собрал полки свои и мужественно вышел навстречу неприятелю. Враги встретились в сорока верстах от Твери. Произошла великая битва. Войско московского князя не выдержало и поспешно побежало. Князь Михаил преследовал врагов, и бесчисленное множество воинов, побитых и смятых конями, усеяли ратное поле. Они лежали, как снопы на поле во время жатвы. Великий князь Георгий с остатком войска бежал. Его жена Кончака Агафия, много князей, татар, взято было победителями в плен. Доспехи самого святого Михаила были все иссечены, но на теле не оказалось ни одной раны. С великой радости возвратился святой Михаил в Тверь и горячо благодарил задарованную победу Господа, причистую его Матерь и святого Архистратига Михаила. Видя поражение Георгия, Кавгадый на другой день после битвы явился в Тверь и просил мира. Святой Михаил принял его с честью, поверив их льстивым речам, щедро одарил Кавгадыя и его свиту и отпустил с честью. Между тем, великий князь Георгий собрал новое войско и с ним снова двинулся к Твери. Святой Михаил не хотел еще раз напрасно проливать христианскую кровь. Князья заключили мир. В это время в Твери скончалась супруга великого князя сестра хана. Пронесся слух, что великую княгиню в Твери отравили. Московский князь и Кавгадый сговорились действовать заодно. Они поспешили в Орду. Они написали на святого Михаила многие лжесвидетельства, будто собрав много дани по городам, князь хотел бежать к немцам, а к хану идти не хотел, что вообще он не повинуется ханской власти. Тогда святой князь отправил в Орду своего двенадцатилетнего сына Константина, вероятно, в качестве заложника. Разгневанный узбек велел посадить князя Константина Михайловича под стражу и уморить его голодом, но советники сказали хану, что если он уморит сына, то отец его никогда не придет в Орду. Константина отпустили. Кавгадыю не хотелось, чтобы тверской князь приехал в Орду и смог оправдаться, поэтому он стал уговаривать хана, что надо скорее посылать на князя Михаила войско. Но в августе 1318 года благоверный князь Михаил отправился к хану, взяв благословение у своего духовного отца. «Отче», — говорил святой князь, «много заботился я о том, чтобы помочь христианам, но за грехи мои им приходится терпеть много тягостей из-за наших раздоров. Теперь благослови меня, отче, может, мне придется пролить кровь мою за народ православный». Простился святой князь со своими близкими на берегу реки Нерли. Святого Михаила провожали супруга, княгиня Анна, и сын его князь Василий. Здесь святой князь навеки простился с ними. Неутешно плакала княгиня, предчувствуя беду и прощаясь со своим супругом. А святой Михаил взял с собою двух других сыновей, Димитрия и Александра. Во Владимире их встретил ханский посол Ахмыл. «Спеши во рду», — сказал он святому Михаилу, — «хан ждет тебя. Если через месяц ты не явишься, царь решил идти войной на твою область. Кавгадый оговорил тебя перед ханом, что ты не приедешь к нему». Тогда бояре стали отговаривать князя от поездки к хану. «Вот сын твой в Орде, пошли еще другого». Так же и сыновья говорили ему. «Возлюбленный родитель, не езди сам в Орду, лучше пошли кого-либо из нас, ведь на тебя возвели клевету перед ханом. Пережди до тех пор, пока пройдет его гнев». Но святой Михаил с твердостью отвечал. «Знаете, мои дети, не вас требует хан, но меня. Моей головы он хочет. Если я уклонюсь от поездки к хану, то отчина моя будет опустошена, и множество христиан избито, да и сам я не избегу тогда смерти. Не лучше ли же ныне положить мне свою душу за многих?» Готовясь к смерти, князь написал завещание, распределил между сыновьями города своего княжества и простился с ними. Плакали дети, отпуская отца в Орду на верную смерть, и едва могли расстаться с ним. Святой Михаил отпустил детей своих в Тверь и поехал к хану с боярами. По обычаю, князь щедро одарил хана, его жены приближенных. Хан сначала довольно милостиво обходился с Михаилом. Он даже дал князю пристава, чтобы тот защищал его от оскорблений. Полтора месяца пробыл святой Михаил в Орде, но злобный кавгадый не переставал клеветать на него. Наконец узбек сказал своим вельможам, «Что вы говорили мне на князя Михаила? Беспристрастно рассудите его с князем Георгием и скажите, кто из них виноват. Правого я награжу, а виноватого предам казни». Неправеден был суд над святым Михаилом. Судьи выставили против князя обвинение. «Ты был горд и не покорялся хану, срамил его посла и бился с ним, побил многих татар и не платил хану дани, собирался с казной бежать к немцам, уморил жену князя Георгия». Злобный кавгадый не только был судьей, но и обвинителем, и лживым свидетелем против святого. Он отвергал все оправдания святого Михаила и возводил ложные обвинения на доблестного князя. После разбирательства пристрастные судьи донесли хану, что святой Михаил виновен и заслуживает смерти. После приговора к осужденному приставили семь сторожей, связали князя, разграбили его одежду, прогнали от него всех его бояр и слуг. Так святой остался один в руках безбоженных. Одно лишь утешение оставалось ему — молитва. И блаженный страстотерпец, не питая злобы на врагов своих, стал успевать богодухновенные псалмы. На другой день татары возложили на плечи святого тяжелую колоду, чтобы увеличить мучение блаженного. В то время хан двинулся на охоту к берегам терека. По обычаю, его должна была сопровождать вся орда. Повлекли также и святого Михаила. Тягостно было это передвижение для святого страдальца. На вые его лежала тяжелая колода. Каждую ночь в ту же самую колоду заключали и руки святого. Одно лишь утешало его — к нему были допущены игумен, священники и сын его Константин. Все время путешествия своего святой Михаил проводил в посте. Каждую неделю он исповедовался и приобщался святых христовых тайн. Злобный, как в годы, и теперь не оставлял узника, но старался увеличивать его страдания. С целью надругаться над святым Михаилом он велел вывести его на торг, где было много народа. Здесь он приказал поставить святого князя на колени пред собой и насмехался над ним. Сбежалась разноплеменная толпа праздных зрителей и с любопытством смотрели на того, кто сидел прежде на великокняжеском престоле в чести и славе, а ныне в оковах переносит поругание. С того времени на очах Христова страдальца всегда были слезы, ибо он провидел свою скорую кончину. Уже двадцать шесть дней томился святой страдалец. Не раз слуги предлагали ему «Господин наш, великий князь, уже готовы у нас для тебя проводники и кони, беги в горы, спаси себе жизнь». Но святой князь твердо отвечал ему «Я и прежде никогда не бегал от врагов моих, не сделаю этого и ныне. Если я один спасусь, а бояре и слуги мои останутся здесь в беде, то какая мне честь будет за это? Не могу сделать этого. Да будет воля Господня». В день своего отшествия ко Господу рано утром святой Михаил велел совершить божественную литургию. С сердечным вниманием, обливаясь слезами, слушал святой князь божественную службу. Благоверный князь исповедался и приобщился святых христовых тайн. Он готовился к смерти, потому что ночью видел сон, извещавший его о кончине. После литургии князь простился с духовенством, которое было с ним. Потом он позвал к себе сына, князя Константина. Святой Михаил дал ему последнее наставление о том, как надо держать православную веру, почитать храмы Божия, благотворить странным и нищим. Вдруг в шатер вбегает княжеский слуга. Он был бледен и испуганным голосом сказал, «Государь, едут Кавгады и Георгий со множеством народа и прямо к твоему шатру». Тогда блаженный страдалец кротко заметил, «Знаю, зачем они идут. Убить меня». Затем он отослал сына своего Константина под покровительство жены хана. Кавгады и Георгий остановились на торгу недалеко от шатра святого Михаила и сошли с коней. Отсюда они послали убийц к святому князю. Как дикие звери убийцы вскочили в шатер, разогнали всех княжеских слуг. Святой в то время стоял на молитве. Схватив святого за колоду, убийцы ударили его о стену, так что стена шатра проломилась. Князь поднялся было на ноги. Тогда лютые убийцы всей толпой набросились на него, топтали ногами, немилосердно били, потом один из них, выхватив нож, поразил им святого князя вбок и повернул несколько раз нож в ране. Наконец вырезал сердце. Так предал в руки Господа святую душу свою страдалец Христов. Толпа татар набросилась на палатку убитого князя и разграбила ее. Святое и честное тело мученика было брошено и лежало без всякого покрова, ибо убийцы сорвали со святого князя одеяния. Увидев обнаженное тело князя, Кавгады с укором сказал Георгию, «Разве он не старший тебе брат, все равно как отец? что же тело его лежит без покрова, брошенное на поругание всем? Возьми его, вези в свою землю и погреби по вашему обычаю». Князь Георгий велел своим слугам прикрыть тело святого, и один из них покрыл его своей верхней одеждой. Потом князь приказал положить тело на большую доску, а доску поднять на повозку и крепко привязать. Святое тело князя Михаила по приказанию Георгия повезли на реку одежь, что значит горесть. Ночью два сторожа были приставлены охранять его, но сильный страх напал на них, и они убежали от повозки, где лежало тело святого мученика. Рано утром они возвратились на свое место и видят дивное чудо. Тело святого лежало отдельно, раной к земле. Правая рука князя была подложена под лицо, а левая находилась ураны. Удивительно то, что в степи рыскало много хищных зверей, и ни один из них не посмел прикоснуться к святым останкам мученика. В ту же ночь многие из христиан и иноверных видели, как два облака осеняли то место, где находилось честное тело убиенного князя. Они то сходились, то расходились и сияли точно солнце. Купцы, знавшие святого Михаила, хотели покрыть тело его дорогими тканями и поставить в святом храме, однако бояре князя Георгия не позволяли им сделать этого. Они поместили его в хлеве и приставили стражу, но Бог прославил дивным образом мощи своего угодника. Многие из жителей по ночам видали, что над тем местом поднимался огненный столб от земли до небес. Другие же видели радугу, которая склонялась над хлевом, и светлых всадников, которые носились в воздухе над колесницей. Тело князя мученика привезли в Москву и погребли в Кремлевском Спасском монастыре. Благоверная княгиня Анна не знала о мученической кончине своего супруга. Через год возвратился от хана князь Георгий с великокняжеским ярлыком. Он привез с собой из Орды Тверских бояр и князя Константина Михайловича. Тогда в Твери узнали о смерти святого Михаила и о погребении его в Москве. Княгиня Анна и дети святого князя просили князя московского перевезти святые мощи мученика в Тверь. Георгий едва дал свое согласие. Святые мощи благоверного князя Михаила были перенесены в Тверь и погребены в построенном им соборном храме преображения Господа нашего Иисуса Христа. Молитвами благоверного князя Михаила Тверского Господи Иисусе Христе Божий наш помилуй нас. Аминь. Субтитры Христи kinda Субтитры создавал DimaTorzok